Нашей командой разберется школьник, но вот Элевтина, наверное, женский такой, ну, хороший подход, хочет пощупать, поспрашивать, как говорится, из первых рук. Вот поэтому тебя подтянули. Сергей, очень приятно, мы общались по телефону, да, тебе очень приятно познакомиться. Я включила запись, поэтому моя задача сегодня получить информацию от начала, да, то есть человек, который ничего не знает, то такая как презентация и по ходу будут вопросы. Вот. Понял. Элевтина, наверное, я не буду сегодня демонстрацию делать, я в общих чертах расскажу, потому что, если надо, то мы уже отдельно проведем демонстрацию, я прям покажу, и как это на бирже все происходит, и непосредственно где смотреть историю, и как вообще это все работает. Наверное, в общих чертах сразу расскажу, что такое вообще H7, и почему он интересен большому числу людей, в плане того, что инструментов сейчас по заработку не так много. И есть несколько, я, наверное, немножко издалека зайду, да, есть множество разных способов, как зарабатывать деньги в интернете, конкретно в криптовалюте. Я, наверное, разделяю это все на, там, 3-4 сегмента. Первый сегмент – это просто инвестиции. Мы отдаем деньги куда-то, компания запускает какой-то продукт, ну, неважно, это будет, там, какой-то торговый робот или это просто какой-то стартап, но какой-то бизнес, да, мы поддерживаем его криптовалютой, он нам выплачивает дивиденды, но все средства, которые мы отдаем, все зависит от того проекта, где находятся деньги. Ну, то есть мы отдали, человек либо развивается, либо просто всех кидает. Такое тоже бывает. Ну, и в большинстве случаев это больше, там, 90% такая вообще тенденция есть. Есть второй способ заработка – это не отдавая деньги, но держа на своем кошельке, это вот касается стейкинга, это касается ревардов, то есть мы поддерживаем какой-то блокчейн. То есть по факту мы деньги замораживаем на своем аккаунте, неважно, это будет холодный кошелек, там, Bybit, либо Ledger, либо Trezor, мы просто замораживаем монету, поддерживая блокчейн, называемый, ну, вот стейкинг, и получаем какие-то реварды. В среднем реварды дают годовые, если мы берем фундаментальные монеты. Что такое фундаментальные? Это те, которые имеют под собой какой-то вес. То есть если мы берем биткоин, то конкретно биткоин – это, можно сказать, цифровое золото. Чем отличается, допустим, биткоин от эфира? Эфир – это технология, то есть это тоже самый биткоин, только немножко улучшенный, можно так сказать. Но в блокчейне эфира всегда можно внести правки в биткоин никогда. То есть это вот как печатный станок биткоин, который делает деньги, и никто не может вмешаться. В эфир могут вмешаться. То есть его могут как-то ограничить, могут как-то эмиссию увеличить, могут уменьшить, могут монеты, допустим, сам Виталик Бутерин может у себя как-то затыкать. То есть это фундаментальные монеты, под которыми есть какой-то определенный комьюнити, бизнес, то есть чем больше людей доверяет, это вот фундамент. И есть очень множество проектов, которые не имеют под собой ничего, но есть идея развития. Вот простой пример. Мы сегодня говорим, если немножко отойти в сферу бизнеса, мы сегодня говорим, что в ближайшее время самым крутым будет топливом – это энергия. И все говорят, да ну, Сереж, что ты там нам заливаешь, везде вон есть нефть, есть топливо, люди ездят на обычных стандартных машинах, все здорово. Но если мы немножко копнем глубже, то альтернативная технология – это новые технологии. То есть это будущее. И сейчас, когда мы уже, если бы говорили такое лет 20 назад, мы так и говорили, да ну, это все полный бред. В текущем моменте это реальность. Так вот, есть бизнесы, есть монеты, которые могут давать не просто там 5, 10, 30 процентов годовых, а есть монеты, которые могут давать и 100, и 150. Но мы влаживаемся в идею человека, которую он будет разрабатывать. Не факт того, что она выгорит. Очень хорошим примером я, наверное, приведу. Вот мне как-то предлагали, говорили, Сереж, смотри, классная тема. Есть большое здание, есть три вентилятора, и за счет того, что ветер дует, вентиляторы работают, всем хватает электроэнергии в доме. Идея хорошая, но нереализуемая. Объясню, почему. Потому что, когда крутятся такие вентиляторы, в этих квартирах жить невозможно. Там шум такой, что просто жесть. Но кто-то говорит, о, это классная идея, и начинает ливать деньги туда. Компания вроде бы как бы собрала денег, но ничего не реализовала. Потому что это полная чушь. Жить среди большого вентилятора в доме, ну, это просто невыносимо. Я могу сказать так. И вот таких вот проектов достаточно много, но они высокорисководны. То есть, если мы инвестируем, ну, стейклинг отдаем, вот второй способ заработка. Отдаем свою, ну, то есть, мы стейкаем у себя на кошельке деньги для того, чтобы этот проект развивался. Он может как дать 100%, так и не дать ничего. И вы, по факту, остаетесь только со своими деньгами. Доход у вас будет ноль. И у вас есть выбор. Либо зарабатывать 30% стабильно в год, либо зарабатывать ноль. А вдруг, если проект действительно выставит, заработать и 10, 20 и 30 тысяч процентов за год. Есть ли такое? Примерами таких проектов может случиться Пепе, ВЛД. Мы видели, как, допустим, с одного слова Илона Маска дужкоин полетел вверх. То есть, дужкоин – это вообще казиношная монета. То есть, тут больше сама идея. Либо она нравится, и вы заработаете много, либо она нравится, и вы не заработаете ничего. И третий способ – это уже… Это вот мы поговорили про пассивный вид дохода. И, наверное, третьим способом – это является активный вид дохода. То есть, это аирдропы и ретродропы. Ну, то есть, я просто беру все в совокупности, чтобы было понятно, на чем вообще зарабатывают в криптовалюте. Что такое аирдропы и ретродропы? Сейчас в нашем мире информационном все больше и больше люди зарабатывают на внимании. Ваш лайк, ваш дизлайк, ваш подписка, ваш комментарий – все это монетизируется. Когда ты владеешь вниманием человека, на этом можно делать деньги. И что такое аирдроп? Это бесплатная раздача монет, как я и сказал, из первого случая, ой, из второго случая, как идеи, да, людям, для того, чтобы потом, в дальнейшем, имея большое комьюнити, можно двинуть было дальше. Простой пример. Сразу же лучше всего в примерах. Берем Яндекс.Такси. Это первая компания такси, которая не имеет ни одного своего автомобиля. Они сделали приложение и взяли большое количество людей. И каждый таксист, который работает в Яндексе, отдает 45% своих денег Яндексу. Это много. Я, допустим, запускаю свой проект такси с точно таким же функционалом, но говорю, друзья, мы будем забирать 15%, то есть на 30% для вас дешевле. Просто вы должны перейти от нашего, ой, с Яндекса, перейти к нам. И к нам люди не пойдут, потому что нас никто не знает. Мы неизвестны никому. И, следовательно, для того, чтобы перебить рынок, мы запускаем AirDrop. Мы говорим, друзья, расскажите всем своим друзьям, знакомым и все остальное, и мы вам дадим за это денег. Это и есть AirDrop, либо RetroDrop. AirDrop – это бесплатная раздача денег, а RetroDrop – это когда мы говорим крупным инвесторам, друзья, дайте нам денег, мы эти деньги отдадим людям, которые расскажут о нас, мы получим комьюнити, к нам придут люди, и Яндекс загнется. То есть RetroDrop – это когда инвесторы дают денег, продукту, для того, чтобы он бесплатно эти же деньги инвесторов раздал людям. Вот. Вот три основных, наверное, способа заработка в криптовалюте, в интернете. Теперь плюсы-минусы. Если мы говорим про RetroDrop и AirDrop – это активный вид дохода. Здесь очень много подводных камней. Где-то вы можете на фишинговые сайты попасться, где-то вы можете дать свой аппрув, и у вас деньги уйдут в кошелька. То есть в этом нужно разбираться. Это сложно, и люди это не выбирают. Идем к первому виду дохода. Люди не хотят ни в чем разбираться, и просто хотят отдать деньги в компанию и получать дивиденды. Минус в чем? Компания закрывается, вы без денег. Берем второй способ – это стейкинги. Мы отдаем деньги, получаем 30%. Это больше, чем в банке в 1,5%, но 30-1,5% – это, конечно, лучше, да? Но это, как это сказать, мало для многих людей. Люди же хотят 30-100 в месяц. И тут мы подходим к самому главному. Что же такое хэш-7? Хэш-7 – это такой же инструмент, как торговый робот, как вот люди торгуют на рынке. Просто есть два способа торговли. Есть способ ручной торговли, стоять в позиции, торговать и все остальное. Или просто работать по сетке. Сетка – это, ну, в простом понимании… Ну, вот я зашел издалека, чтобы просто было понятно дальше, о чем я буду говорить. Олег Те. Сетка – это когда мы просто берем, покупаем дешевле, продаем дороже. Простой пример. Мы пришли на рынок, помидоры стоят по 2 рубля. Мы купили по 2, цена опустилась на 1,5. Ну, в зависимости от разных факторов. Мы продавать помидоры по 1,5 не будем. Помидоры выросли по 3 рубля, мы продали. Все просто. Купили, цена опять упала на 1,5 рубля, мы купили. Поднялась до 2 рублей, мы продали. Вот что такое стетка. При этом вы не стоите ни в позиции, ваши деньги только под вашим контролем и находятся на секс-бирже. Можно я вопрос сразу по этому поводу задам? Вот у меня, получается, я приложение подключила. И сейчас, на данный момент, после закупки по определенной цене, Bitcoin, USDT, нет, Tether, да, Bitcoin Tether мы тогда открыли пару. Он стоит, потому что сейчас цена просела, и он не хочет продавать, естественно, вернее, он не будет продавать по дешевой цене, чтобы мне несли деньги с аккаунта. Вопрос такой, если я правильно поняла, что в данном случае лучше всего завести еще деньги, чтобы приложение смогло именно вот на данную цену купить опять. Если дальше будет просадка, еще подложить денег, да, чтобы, получается, по разной цене покупал, и потом, если, вернее, не если, а когда цена будет расти, он сможет тогда те позиции, которые были более дешевле куплены, потом их продать. То есть, ну, если я правильно понимаю, то тогда скажи, что я правильно понимаю. Правильно. Только я немножко поправлю в каком-то формате. Первое. Приложение ничего не покупает и не продает. Приложение – это просто отображение всех действий, которые происходят на бирже. Сразу же я люблю говорить примерами. Простой пример. У вас есть карта Тинькова. Когда вы в Тинькове, в приложении переводите кому-то деньги, деньги переводятся не из приложения, они переводятся из одного банковского счета в другой. То есть, ваши деньги хранятся в Тиньков банке. Приложение – это просто дубликация информации из биржи, ну, и для удобства. То есть, всегда удобно с приложения перевести, либо в банк идти, там, и переводить кому-то деньги. Теперь немного по работе, как вы сказали, по сетке. Если мы купили биткоин по 70 тысяч, цена упала на 69, он еще раз купит. Ну, то есть, падение идет. Цена упала на 68, он еще раз купит. Цена упала на 67, он, ну, четвертый раз купит. Но если цена поднялась на 68, он, бот, никогда не продает минус. Он продаст то, что купил по 67. То есть, мы работаем, вот лично я работаю, и всем говорю, работаю с фундаментальными монетами. Что это значит? Это монеты, которые всегда будут расти в цене. Почему биткоин будет расти в цене? Потому что спрос всегда больше, чем предложение. И каждый год, если вы откроете график, он всегда будет обновлять свою цену. И он всегда будет идти выше. Потому что нельзя напечатать больше 21 миллиона биткоинов. Все, это заложено в алгоритме. Следовательно, множество потерь. Вообще, на текущий момент больше 65% потери на биткоина. Вы взяли, ошиблись одной буквой, в кошельке отправили деньги. Все, биткоин потерялся ваш. Следовательно, когда цена падает, биткоин, ну, допустим, падает, вот будет падение активов. Теперь разберем ситуацию, что вам делать. Вот, смотрите, цена была 70, она упала на 69, на 68, на 67 и потом поднялась на 68. У вас всего, допустим, 70, 69, 68, 67. У вас 40 долларов на депозите. Логично. Цена может пойти ниже 67, конечно. Она может пойти на 64 и торговаться 64, 65, 66, 64, 65, 66. То есть, в этом случае у вас закуплено вверху, а внизу у вас нету депозита, не хватает для того, чтобы торговать. Следовательно, вы сидите и ждете, пока цена вернется в ваш диапазон и начнутся распродажи. Логично. Цена может упасть ниже 67 и полтора года быть в диапазоне 64. Может быть такое? Конечно. Она полтора года будет торговаться, у вас в сети полтора года будет ноль, потому что у вас верхняя планка в штате. В этом случае я всегда советую, когда вы делаете сетку, почему мы говорим за фундамент. Есть монеты, такие как альткоины, либо что-то еще, да, они могут падать до 40 или 80%. Я думаю, вы знаете, мемкоины, там всякое вот такое, пепеш, шлак, ВЛД и прочее. Есть с ними не работа. А есть монеты, которые имеют под собой очень сильный фундамент, то есть хорошую опору. Биткоин, эфир, BNB тот же. BNB это монета биржи, в которой проходит 18 миллиардов долларов, ну 18 биллионов в сутки. То есть на 9 миллиардов купили, на 9 продали. То есть свыше 90 миллионов пользователей. Это монеты, которые имеют под собой четкий фундамент. Возьмем монету ТОН, ту же, да. ТОН монета, это монета для Телеграма. 2 миллиарда пользователей, 900 миллионов активных. Только запусти любой маркетплейс в этом. Представьте, что вы выпустили тот же доллар, который, почему долларом все пользуются? Потому что он полностью, весь мир на нем, ну как бы, подсел. А представьте, что весь Телеграм подсядет на ТОН. Вы запустили маркетплейс, говорите, я хочу принимать оплату за свои, там, ну не знаю, хендмейды в долларах. А вам говорят, неа, только в ТОНах. Понимаете, да? Следовательно, если вы берете фундаментальные монеты, падения больше 10-15 позиций практически нет. Ну, это редкий случай, когда до 30 упадет. Следовательно, если у вас натянута сетка 15 позиций, ну, к примеру, по биткоину, и на каждую позицию по 10 долларов, то у вас получается, что вы выделили на эту монету 150 долларов. Если у вас упало на 5, ничего страшного. На 10, да замечательно. Если оно падает, оно набирает позиции. Если падает, поднимает, падает, поднимает, оно покупает, продает. Если цена полетела вверх, она собрала вам всю сетку. Вот и все, и вы заработали иксы просто в один день. Представьте, что у вас в день взяла, закупила на 15 позиций, ну, к примеру. А потом в один день взяла сетку и распродала. Вы в день делаете, там, порядка 8, ну, 7-8 процентов депозитов вы можете за день сделать. То есть бот никогда не продаст позицию ниже, то есть в минус, да, чем то, что он купил. Купил по 70, он будет ждать до 71. Купил по 69, он только продаст по 70. Вот и все. То есть вы всегда остаетесь со своей монеткой. Еще вопросы, если нет, могу продолжить. Наверное, я это, здравствуйте. Здравствуйте. Глупый вопрос. Не бывает глупых вопросов. Ну, человек с незнанием, скажем так. Я вот не совсем поняла. Да, допустим, если я положила 100 долларов, да, и он их закупает, закупил, он закупает не на 100 долларов, а их как-то делит или как? Смотрите, давайте самое лучшее, наверное, расскажу. Вот в любом городе есть обменники, абсолютно есть, где доллары продают на евро, на все остальное. Представьте, вы подходите к обменнику, да, и вам говорят, сейчас цена, допустим, я не знаю, ну, в России 100 рублей, ну, за доллар, да. Вам говорят, готовы вы купить доллар, да, по 100 рублей, вы не закупаете себе сразу 100 долларов, вы купили себе 10 долларов. Цена, допустим, с 100 рублей опустилась на 95. Логично, лучше же по 95 купить. Вы еще раз купили 10 долларов, но уже по 95. Цена упала на 90, вообще замечательно, я еще хочу купить. И у вас получается, если цена со 100 опустится до 90, вот этих 10, да, у вас средняя цена покупки будет не 100, а 95. Потому что от 100 до 90 средняя цена покупки 95. Так что лучше, купить сразу прийти, купить за 100 рублей и 100 баксов и ждать, пока цена будет 101 или 105 рублей, чтобы продать. Либо ступенчато покупать, но цена у вас средняя 95, и когда станет цена 96, вы продаете 10 долларов. 97 стало, вы продаете 10. Вы уже на этом зарабатываете. А если бы сразу купили по 100, а цена внизу 96, 97, вы бы просто ждали, пока цена станет 101, 102, чтобы продать. Правильно? Ну да. Вот я вам... То есть это все автоматически делается, так же? Конечно, вы спите и едите, а вуду. Поймите, рынок всегда движется 24 на 7. Даже когда мы сейчас разговариваем, курсы валют всегда ходят. Рынки открыты, биржи торгуют. Всегда. Вопрос в том, что вам не нужно идти к банкомату, да, или к обменнику, и стоять так и... О, курс упал, давай сразу куплю, потом стоим, ага, поднялся, давай продам. То есть все это делается в автоматическом режиме, все. То есть по факту вы всегда покупаете по средней цене. Не покупаете, вот как там сразу взяли и все, на 100 долларов, да. Ну вот как правильно говорит Алиптина, да, то есть цена упала ниже, а у вас денег нету больше. Купить вы ждете, пока продастся по 101, чтобы купить ниже. А так мы распределяем сетку, натягиваем ее вниз, да, и она динамическая. Если цена полетела на 120, 130, она вверх пошла. То есть вот эти 10 позиций, 10%. Позиции это, ну, по 1% это процент движения. Если, допустим, цена 100 рублей, у вас сетка работает от 100 до 90 и вверх до 10, до 110. Цена полетела вниз, сетка опускается, он у вас набирает позиции. Цена полетела вверх, он распродает, и сетка поднимается вверх. Она всегда динамическая. Все понятно. А эту сетку индивидуально как-то настраиваться? Можно делать ниже, можно делать еще выше или она это? Просто в реальном времени, допустим, вот вы сделали сетку в 10%. Ну, к примеру, да, Алиптина, у вас цена, допускаю по биткоину, упала на 10%. То есть 70 тысяч, 10% на 7 тысяч упала. То есть цена стала 63 тысячи. Да? Все, у вас закупилось. У вас есть два выбора. Либо первый вариант, дарить денег и еще 5 позиций сделать, чтобы он торговался внизу. Либо ждать, как только он одну позицию продаст, он высвобождает ваши USDT и уже дальше работает с ним. Ну, то есть 10 долларов вот этих. То есть по факту вы можете в любой момент изменить стоимость позиции. Вы в любой момент можете добавить сетку, либо убрать сетку. То есть, ну, как бы уменьшить ее. Допустим, если цена летит, ну, это уже, я, вот честно, да, я различаю в H7, можно сказать, две категории людей. Первая категория людей, это, ну, вот, которые сидят, смотрят за рынком, там, а что происходит, там, туда-сюда, цена полетела вверх, увеличивает стоимость позиции, цена летит вниз, уменьшает. Для чего? Увеличивать и уменьшать стоимость позиции. Сразу объясню. Ну, для активных. У вас 100 долларов. Или тысячу возьмем. У вас сетка из 10 позиций. Следовательно, на каждую позицию по 100 долларов, правильно? Вы смотрите, что цена летит вниз. Если по 100 долларов на каждую сетку у вас будет закупаться, то вам хватит на 10% падения, правильно? Вы смотрите, что первую, вторую купила и летит вниз третью. Вы берете и стоимость позиции меняете со 100 долларов, допустим, на 50. Логично. Он не одну закупит, а закупит две по 50, ну, 2% падения. Или одну, если, короче. Значит, на 2% падения он будет использовать 100 долларов. А если вы не уменьшите, то на 2% он будет использовать 200 долларов. То есть у вас депозит быстрее закончится. Ну, понятно. Получается, что если ты разбиваешь не на 10, а на 20, у тебя диапазон уже не 10%, а 20% вниз, да? Правильно, правильно. То есть, получается, он будет цену будет захватывать, и робот будет всегда торговаться. Конечно, конечно. Но это вот активные люди, да? Я лично отношусь к пассивщикам. То есть у меня вот своя... Ну, что такое пассивщик? Вот взял телефон, да, под рукой. Там стоит приложение, да? Ты поставил, положил, и только пушь уведомление. Па-пам-пам, продает. Я не люблю вот это вот, как многие сидят, ну, я не знаю, там как в таполках эти, ну, идиотизм вот этот, да? Ну, в какой-то степени. Кто-то дает людям? Они больше зарабатывают таким образом? Как бы больше людей занимают? Никто не знает, куда пойдет цена. Вообще никто. Ни я, ни вы, никто вообще не знает, куда пойдет цена. Но есть факторы, которые, как это сказать, которые способствуют, можно сказать, предугадыванию, либо анализу, да? Вот простой пример. Мы смотрим, ну, плохой пример, приведу, но все же. Мы смотрим, что экономика летит в жопу из-за войны. Ну, как бы оно ни было, да? Мы понимаем, что будет инфляция, и мы понимаем, что российский рубль будет лететь просто в тар-тарары вверх. Мы это понимаем, правда? Но он держится на сотке, его сдерживают другими факторами, неважно, но его сдерживают. Но мы же понимаем, что долго сдерживать не будут, и когда-то будет инфляция не, как сейчас там обещают, там 4, 6, 9, да? А она будет 25. У нас в Беларуси тоже 6% показывают, а реальная инфляция 18. Беларусь это где? В каком городе? Беларусь это сосед России, если что. А в каком городе в Беларуси? А, Гродно, Гродно, Гродно. Ну, нет, я сейчас в Гродно. А я была в Гродно. Ну, я вот там, я сам с небольшого городка, но в Гродно я прожил, можно, всю сознательную жизнь, а потом переехал в Грузию, вот сейчас нахожусь. У меня родственники в Жлобине. А, знаю, знаю, хороший город. Вот, там, кстати, хороший завод машиностроительный. Они на Металлургическом тогда открыли филиал, а они переехали в Челябинск. Просто, ну, вот тут вопрос в чем? Смотрите, у вас депозит 100 долларов, у вас стоит сетка из 10 позиций, да? Вы видите, что у вас по сетке набрало, ну, 6 позиций, да? Вы понимаете, что еще 4 есть, вы всегда в рынке, все нормально, да? Но возьмем простой пример. Вы берете 1000 долларов, да? И тоже распределяете на 10 позиций. Но, как вы можете заработать больше? Вы на первую позицию ставите 500 баксов. Логично, при закрытии 1% это 5 долларов прибыли, правильно? Он купил дешевле, продал дороже. Но что, если он купил, а цена не пошла вверх, соседей, а полетела вниз? Следовательно, вы уже 500 долларов, 5 позиций своих сожрали в одну, на одну ставку. Ну, если бы у вас было по 100 долларов, 5, да? Он бы аккуратненько падал и аккуратно закупался. А если вы сделали на позицию 500 долларов, то он закупит вам 2 позиции и остановится. Вниз цена, внизу торгуется, а вы сидите вверху с закупленными криптой. Ну, очень хорошо на обменнике показано. Вот я рассказывал, как вы пришли сразу на 100 долларов, купили по 100 рублей, а цена упала на 99, а у вас денег нет. Ну, поняли, да? Ну. Все равно это, я скажу так, в процессе это все равно вы поймете. То есть, сразу достаточно сложно, даже с Игорем, вот мы вначале, когда разбирали, это было действительно реально немножко сложно. Сейчас уже более понятно. То есть, принцип работы бота, он покупает дешевле при падении, продает дороже. Если цена не поднялась выше, он просто сидит в монете, все. Ну, то есть, либо денег не происходит, то есть, человек не теряет, просто у него, получается, деньги вложены в криптовалюту, ну, в данном моменте это биткоин и тезер, и все, и он сидит, и они у него есть, они у него не потеряны, он их в любое время может забрать, продать. Вы пришли в обменник, купили доллары, а доллар рухнул со 100 рублей за доллар на 40 рублей за доллар. У вас изменилось количество ваших долларов? Нет? У вас, как их было, 100 так и осталось, просто теперь вы можете их сдать за 100 долларов за 4 тысячи рублей, а тогда могли сдать за, ну, а когда покупали, оно стоило 10 тысяч рублей. Все, то есть, вы со своими монетами, и они не заблочены, ничего, они всегда у вас в наличии. Почему бот не торгует биткоин к эфиру, или там, эфир к BNB, ну, вот, почему он не торгует? Потому что здесь четкая привязка именно к USDT. То есть, по факту, вы за USDT, за доллары, ну, покупаете крипту, и когда крипта отрастает, вы продаете крипту обратно за доллары. То есть, нету кэш-7, ни одной пары, ну, нет такого, что вы за эфириум покупаете биткоин, потому что и эфириум, и биткоин, они волатильны очень. USDT, оно, ну, как бы, стейблкоин, он один к одному к доллару. Ну, там, плюс-минус, там, копейки, центы, но все равно один к одному. То есть, по факту, один USDT – это один к доллару. Поэтому все монеты, биткоин к доллару, эфир к доллару, вы за доллары купили эфир, вы продали эфир, получили доллары. Все, только такая корреляция. Ну, как-то так. А как с этими, с токенами? Смотрите, что такое токен и что такое коин? Коин – это то, что имеет блокчейн. Токен – это то, что запускается на блокчейне. То есть, простой пример, коином можно назвать страну. Россия, Беларусь, там, не знаю, Казахстан, Украина, Америка – это коины. То есть, они имеют территорию, они имеют блокчейн, в котором все работает. А завод, порт, который приехал и начал производить свои, ну, чтобы не везти, там, не знаю, с Францией, не везти, да, с другого блокчейна не везти автомобиль в Россию, к примеру, они приехали и открыли свой завод. Это токен. Доступно объясню. То есть, то, что коином называется то, что имеет блокчейн. Вот, допустим, система Visa. Перевод денег, да? Стандарт Visa – это коин. А все, что внутри, вот эти внутренние переводы между банками – это уже токены. То есть, то, что является блокчейном – это коин. То, что запускается на этом блокчейне. Ну, зачем, допустим, вот у нас есть, к примеру, браузер Chrome, да? И вы открываете сайт, смотрите там сайт по недвижке. Зачем вам создавать собственный браузер, собственный, там, не знаю, Safari тот же? Зачем вам создавать, чтобы открыть другой браузер, ой, другой сайт, там, ВК какой-нибудь? Вы берете Chrome и открываете ВК. Chrome – это блокчейн, это коин. А сайты, которые вы открываете в нем – это токены. Понятно. Но я слышала, что, например, примерно торгуется от 5 до 15% в месяц в зависимости… Смотрите, ну, в зависимости от рынка, да. Смотрите, простой пример я приведу. Цена была 42 тысячи. Я беру январь, да. Цена упала с 42 тысяч, да, на 38. У меня, вот когда запало, да, она упала и на 38 торговалась. У меня затарило определенное количество крипты. И оно торгуется внизу. Мой же депозит, возьмем, к примеру, там, тысяча. Из тысячи у меня с 42 до 37 600 долларов залочилось. Ну, купила крипто, она же ее не продаст, да. И осталось 400. И 400 долларов внизу торгуется, торгуется, торгуется. Так продлилось 3 недели. На четвертой неделе цена с 42 полетела на 57. У меня это распродалось, это распродалось. И еще вверху начало торговать. У меня заработано было 6% за первых 3 недели. И 12%, когда вот эта цена полетела, заработалось за последнюю неделю. Итого я закрыл январь 18%. Второй момент берем. Цена была 73 тысячи биткоина. Вы, я думаю, сами помните. Цена с 72 полетела на 60, даже 59. И торговалась потом дальше 62, 63, 64, да. Все, кто вверху не продлил сетку, у них закупилось, и они сидели. У них заработало тут 3-4%. Цена по 63, ну вот, у них с 73 хватило денег до 68. Все, ну то есть, понятно, с 73 возьмем 7 тысяч отнимем, до 67, там, 66. То есть на 10% сетку взяло. Они не доливали ничего, они сидели на попе ровно. Весь прикол в том, что цена почти месяц торговалась внизу. Значит они не заработали. А потом она взяла и полетела на 70 тысяч. Я думаю, вы видели это, 70-71 обратно. Вот этот период составил 3 недели или 4 недели. Люди, которые долились и внизу начали торговаться, они внизу заработали там, ну пусть 5-6%. Те, кто сидели вверху, они тоже заработали. Они просто находились не в рынке, потому что цена торговалась внизу. Но тот, кто долился и все это сделал, цена полетела вверх. У этих ребят закрылась их позиция и теперь они торгуются. Но вот этот период времени, пока цена внизу была, они были не в рынке и не дозаработали. И вот эти люди закрыли 4-5%. А вот эти люди закрыли по 10-12%. Потому что они снизу все забрали. У меня вопрос такой, вот как раз сейчас по этому поводу. Я, значит, собираюсь по 200 долларов добавлять каждый месяц. Ну как бы 10% со своей зарплаты, чтобы они не просто лежали, а что-то работали. И вот такой вопрос у меня получается. Значит, я буду постоянно деньги вносить, вливать. У нас получится такая же система. Например, 70 было, да. Вот у меня, например, закупились позиции, потом остановилось. Деньги есть, следующие позиции, следующие, следующие. То есть я постоянно деньги есть, деньги есть. Потом вдруг такое случается. Цена до 75 поднимается, да. То есть у меня все позиции, которые куплены, продаются. Дальше, что случается? Дальше получается, цена, например, опять ниже, ниже, ниже будет становиться. Мне потом опять нужно доливать деньги? Или он будет вот эту сумму уже распределять? Насколько хватит? Смотрите, у вас, когда с самого начала пошло, стоимость позиции была 10 долларов. У вас торгуется, к примеру, биткоин, эфир, торгуется 2-3 позиции. То есть это по факту 3 позиции на биткоин, 3 на эфире, это 60 долларов задействованы. А депозит у вас 200. Логично, 140 долларов – это ваша подушка, если цена полетит вниз. Правильно? Но она не летит вниз, и у вас работает только 60 долларов. Следовательно, когда закрывается одна позиция, вы зарабатываете 10 центов. А если бы позиция была 20 долларов, то вы бы зарабатывали 20 центов. Правильно? Логично. Что в этом случае делать? Если у вас свободных денег, вот как я говорю и рассказываю даже Игорю, ну, постоянно, если у вас свободных денег больше 100 долларов, там, 150, 160, увеличиваете стоимость позиции. 10 долларов, вот вы купили на 10 долларов и продали на 10 долларов, на 1% выше. Вы заработали 10 центов. Но видите, у вас свободных 200 долларов, да? А вы торгуете только биткоин, эфир. Возьмите, сделайте стоимость позиции не 10, а 20 баксов. Логично, у вас каждая позиция закрытая будет приносить вам в 2 раза больше. Но и увеличение в 2 раза больше, если цена резко полетела вниз, оно в 2 раза больше кушает ваш депозит. Мы возвращаемся к тому, что я и говорил, что есть люди, которые, ну, всегда смотрят, рынок полетел вверх, они увеличивают стоимость позиции. А рынок полетел вниз, они уменьшают, чтобы находиться в рынке, потому что им придется доливать денег тогда. Представьте, ваши 100 долларов хватит на 5 позиций по битку и 5 по эфиру. Ну, и все. А по 10 долларов 10 по битку и 10 по эфиру. Поняли? То есть, получается, я для себя сейчас поняла, что если я хочу что-то, как бы, всегда, чтобы, ну, не останавливался робот, нужно следить за ситуацией и коррегировать. Получается так. Ну, раз в день зашли, у вас там есть, зашли в монетку, я раз в день захожу в приложение, да, захожу, просто банально зашли, доступный баланс, да. О, у меня доступный баланс 240. Зашел в биток, поменял с 10 на 15 долларов на эфир, чтобы больше кушала и при этом больше зарабатывала. При этом очень хорошо работают пуш-уведомления. Объясню это как. Смотрите, у вас, когда набирает позиции, да, и продает, у вас выскакивает, продана позиция 1, там, или продана позиция 3. Логично, если продана позиция 3, продана позиция 2, продана позиция 1. Логично, бот снизу закрывает позиции, и у вас больше USDT становится, правильно? Если больше USDT, надо увеличивать стоимость позиции. Если же, вы видите, продана позиция 16, продана позиция 15, вы понимаете, что рынок падает, то есть он внизу торгуется, ну, то есть набрал уже 15 позиций, накушал свободу, да, и он торгует там 15-ю, 16-ю, если он начинает торговать, вы понимаете, что вам не нужно увеличивать, потому что если вы увеличите, у вас церковь закончится. Вам лучше, наоборот, с 30 долларов на биткерс позиции перейти на 10, зачем вам 1% 30 долларов брать, если вы можете, ну, 3% падения взять. То есть это не самое страшное, что вас может волновать. Самое страшное, если вы возьмете мемкоин. Он за день проходит, плюс 40 вниз, плюс 30 вверх. Вот это страшно. Я все же, ну, то есть у вас сетка, вы сидите, ааа, денег не хватило, оно упало, потом ааа, деньги появились. У вас может за час быть с 1000 долларов 200, и потом сразу же за следующий час с 200-1500. То есть он резко живет, резко поднимается. Я против такого, я за стабильность, я вот поставил, допустим, если вы докидываете деньги, то по факту, вот у вас, допустим, депозит 200 долларов, да, вы докинули еще 200. Но сделайте вы позицию, стоимость позиции у вас стояла 10, поставьте 20. И смотрите на доступный баланс. Доступного баланса 40 долларов осталось, если у вас биткоин, эфир стоит, логично, это на 2% падения. Ну, улавливается. Если смотрите, у вас доступный баланс 400, а у вас стоимость позиции 10, ну, поставьте 30. То есть в процессе вы это поймете, это несложно. То есть простой пример, да, вот отлично будет показано, вот я сейчас приведу пример, и вы, Алексей, может, все поймете. Вы директор магазина. Смотрите, вам привезли макароны. И эта толпа оголделых людей полетела на макароны. Что вы делаете? Логично, да, заказываете. То есть увеличиваете сетку. Ну, поняли, да? Цену поднимает, тоже сказать. Ну, или цена, но тоже как вариант. А если, допустим, вы привезли макароны, и они лежат, они никому не нужны, да? Ну, по факту. Тогда, ну, понятное дело, что у вас депозит, ну, как бы большой, да? Ну, поднимаете цену. Ну, то есть когда спрос, вы поднимаете цену. Когда недостаток, вы этот, как говорится, сбрасываете. Вот и все, то же самое. Тут ничего сложного. Ну, меня раз в день достаточно. Ну, я захожу, может, два-три, потому что там кому-то надо перевезти, что-то еще там помочь. То есть такого формата. Сергей, а сколько у вас, вопрос такой, конечно, не для Германии, неуместный, а сколько у вас денег на этом роботе лежит? Сейчас, на текущий момент, это 280 баксов. Почему? Так, сразу расскажу. Вопрос в том, что я, когда пришел в Харсель, я, ну, сам открывал, за 200 долларов одолжил, 100 лицензий и 80 я непосредственно закинул на баланс. У меня просто немножко другая ситуация. Я уехал в Беларуси и приехал сюда, у меня на кармане было 400 долларов. Снимать квартиру и все остальное, это немножко проблематично. В другой момент, у меня еще есть свой бизнес. То есть у меня работает один из программистов, мы сейчас делаем приложение по недвижкам. И в этом формате, я, допустим, у меня есть свободные деньги, я докидываю там 200, 300, 400, я дохожу до 600, 800 тысяч долларов, и тут мне такой звонит мой айтишник, говорит, так, короче, 8 часов по 30 долларов, 240 баксов, надо фронтеру отдать, Серега. Я говорю, ага, понял, вот что значит деньги в доступности. Я просто взял 240 долларов с биржи, взял, вывел, отдал. Потом снова неделю работаю, работаю, там, заработал, ну, 300-400 долларов, да, закинул. Потом приходит девушка, ну что, Сереж, 600 долларов готовь на квартиру. Ага, понял, все, отлично. Ну, вопрос понятен. И у меня получается, вот, с 200 дохожу до 600, до 800, до 1000, потом бах, опять спускаюсь. Вот, допустим, ну, надо, есть ребята, которые кредит платят. Есть люди, которые накапливают. То есть в моем случае это деньги, которыми я постоянно распоряжаюсь. То есть, и тут вопрос в чем? Вот мы еще не вышли ни с приложением, ни с чем-то другим. На текущий момент мне лично, ХС, на мои деньги приносят, ну, вот, каждый день я получаю где-то полтора, два, два с половиной доллара на свой депозит. Где-то пять, когда депозит 600, 700, вот, 800, да, где-то два доллара. Но я прекрасно понимаю, что это не те деньги, которые, ну, я бы хотел зарабатывать. То есть 150 долларов 200 – это не те деньги. Но у меня, допустим, сейчас такая ситуация. Ну, то есть, как бы, по факту. А у меня есть люди, допустим, как Юра Кириченко, либо что-то. Это люди, которые занимаются, там, допустим, имеют квартиры свои, имеют бизнес строительный свой, там, допустим, как Серега, да, Русак, там, другие ребята. И он говорит, Серега, у меня вот есть пятнашка. Я хочу закинуть и просто получать деньги. Я никому не хочу рассказывать ничего. И вот он такой человек. И он закинул, он не дергает свой депозит, потому что у него в жизни все хорошо. Я его очень люблю, ценю и поздравляю. Он молодец. И в этом формате, да, он просто живет по принципу, я закинул десятку, я своих 600-700 баксов получаю, да, там, 800 там в месяц. Было у него 1540 в прошлом месяце, когда цена снизу забралась, да. А так, ну, 600-800 он получает, и он даже их не снимает. Они постоянно у него на бирже. Он просто у меня позвонит, говорит, Серега, мне нужно там закинуть на комиссию. Я говорю, понял, все, он меня на бирже перевел, я ему перебросил. То есть в таком ключе есть люди, которые прямо хотят такой инструмент, потому что он держал деньги под 3%, под 2% в банке, да, а здесь сотка, 100+. Есть люди, допустим, вот как я, допустим, как Игорь, да, и мы, допустим, в основном тратим свое время, ну, те люди, они не тратят вот на вот это вот время, они сидят там с нормальными людьми, договора подписывают, ну, то есть у них своя жизнь, да, и для них это пассивный доход, увеличивающий их бабки. В моем же случае это работа. То есть моя задача, вот я знаю, что сейчас вот мы, ну, лично я вышел на доход, ну, возьмем около 2,5-3 тысяч долларов. Это и торговые комиссии, да, да. То есть в день мне падает, допустим, 10-15 баксов торговых комиссий, плюс лицензии, еще-еще бонусы и личный депозит. Но по факту, если взять, у меня работает вот сейчас, как бы, вроде бы 3 тысячи – это хорошие деньги. Но если по большому счету сказать, да, там, хата 600 баксов, серваки, все, битбаки, джира, гитхаб, ну, короче, фигма, и все, я оплачиваю, фотошоп, канва, ну, то есть, все вот это. Еще 600 баксов, это 1200, плюс 3 фрилансера работают, в котором я тоже плачу где-то, ну, 600-700 долларов. И получается, у меня 2000 уходит только на затраты, и эти затраты, они не в один день. И я разгоняюсь, 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 надо заплатить – заплатил. Разгоняюсь, разгоняюсь, заплатить – заплатил. Я сам лично ставлю себе цель, что когда, вот, допустим, может, в месяц-полтора еще поработаю, я хочу разогнать свой депозит до конца года 100 тысяч долларов на бирже, чтобы конкретно получать 5-6 тысяч долларов в месяц. Ну, то есть, от 5 и больше. Ты можешь и 2 процента заводить. Это получается, что, например, ну, скажем, вот если, например, у меня цель, ну, скажем, стабильные 2 тысячи в месяц. Это, получается, депозит какой должен быть? Ну, давайте так возьмем. Я беру минималку, 5 тысяч, да, ну, 5 процентов. С 100 тысяч – 5 тысяч в месяц. 50 – 2,5. Ну, где-то 1030. Вот так вот. То есть 50 тысяч, даже если 5, если мы возьмем 10 процентов, то 50 тысяч, да, это 5 косарей, 25, ну, 2,5 тысяч – это 20 тысяч долларов. Ну, получается, с каждой тысячи 50 долларов, вот и все. Ну, получается, с тысячи, если взять с тысячи долларов, 10 процентов – это 100 баксов. 10 тысяч – это касается. Ну, то есть, по факту, я все же считаю, вот у меня девочка вчера, Вика, она отработала месяц. У нее вчера было 117 долларов прибыли. Учитывая 20 процентов, отнимаем, что мы заводим на торговые комиссии, да, то есть это получается где-то 97 долларов. И отнимаем, что биржа еще забрала там 5-6 долларов. То есть 92 доллара где-то она заработала. Я говорю, сколько у тебя депозит? Она говорит, 1300. Я говорю, у тебя 1300 сразу было или нет? Я говорю, она такая, ну, у меня сразу было там 140 или 160, потом через два дня я до 400 догнала, и потом через неделю еще 400, ну, и на вторую неделю я добавила. То есть, по факту, 1300, но за месяц средний у нее был где-то 800. Ну, потому что она не в один же день сразу 1300 и зарядила котлету. Вот. И я говорю, ладно, давай возьмем тысячу. Ты заработала 90 долларов, ну, там, 92. Это 9 процентов. Ты довольна? Она говорит, охрененно. Ну, то есть, вот она 9 сделала. Допустим, у меня может быть 6, может быть 8, но у меня постоянно вот такой вот скачки. То есть, я то ввел, свободные есть, мне нужно вывести. Где-то нужно снова забыть, там, 2-3 регистрации прошло, мне пришло там 90-100 долларов, да. Я их взял, я могу их, допустим, вывести с хэш-7, там, под 3 бакса комиссия. Могу, допустим, у меня партнер приходит, говорит, слушай, я хочу регистрироваться. Я говорю, да, окей. Я ему внутренне в хэш-7 100 долларов кинул, он кинул на Bybit, я сразу же свободные деньги залил себе на баланс, они у меня уже работают. То есть, при этом, когда я подкидываю денег, у меня стоит стоимость позиции 10 баксов, да. Я подкидываю денег, я беру, увеличиваю с 10 на 20. Ну, то есть, я подкинул денег, я увеличил стоимость позиции, чтобы они были в работе. Все. Это уже в процессе работы легко и понятно, ну, как бы будет. Понятно. Но это все это в процессе, все равно вопросы будут возникать. Конечно, конечно. Попробуйте следующее. Какие рисика есть? Прямо совсем-совсем, что может все плохо случиться? Риски. Кроме атомной войны. Ну, давайте начнем, если кроме атомной войны, что интернет везде вырубит. Это раз. Но это самый главный риск. Второй риск, это то, что биржа, которая имеет 18 миллиардов оборотки, ну, или там, грубо говоря, тот же Bybit, да, она сосканится. И наши деньги находятся на бирже. То есть, это 90 миллионов, готовые с вилами пойти убить Сан-Пенжао. То есть, биржа. При том, что биржа, это не DEX, это централизованная биржа, где мы отдаем свои паспортные данные, верифицируем аккаунт, и мы, ну, напрямую имеем соглашение с этой биржей. Ну, мы подтверждаем, что нам 18 лет. То есть, интернет раз, биржа два. Третий момент, хэш семь может, ну, я не знаю, поломаться. В этом моменте мы теряем только стоимость лицензии, потому что у нас деньги на нашем аккаунте бирж. Ну, нет, не только стоимость лицензии. Добавляем еще то, что у нас небольшая комиссия. Ну, как бы осталось на хэш семь. Ну, то есть, на их кошельке мы же на комиссию кидаем им. Почему я говорю, не кидайте комиссии больше, чем раз, ну, на месячную вашу эту. То есть, тысяча баксов, если вы зарабатываете 100 в месяц, 20 у вас спишет комиссия. Не кидайте 500 долларов на комиссию. Пиньте 20 долларов, и все, оно потихоньку будет списываться. Понимаете? Вот, хэш семь поломается, мы остаемся без инструмента пассивного дохода, ну, потому что все, деньги у нас на бирже. Но деньги мы не теряем. Если цена полетела вниз, вот полетела и все, мы остаемся со своими монетами. Все. На своем аккаунте биржи. Вот из всех рисков, наверное, только вот этого. А еще, а забрать, секунду, а забрать, раз уже дегать ложка, даже я не могу. Все деньги лежат на бирже. Единственное, откуда вот ты не сможешь забрать деньги. Единственное, наверное, для тех, кто продвигает, ну, какой риск. Если хэш семь закроется, а хэш семь, ну, если закроется, то мы теряем полностью пассивный доход, вот, что мы комиссионное получаем. То есть для лидеров это потеря пассивного дохода от партнерки. Понимаете, да? Для обычных людей это потеря внутренних балансов, которые мы заводим в хэш семь на биржу. Ну, и плюс лицензия. А все остальные деньги у тебя на аккаунте биржи. Их никто не может забрать. Подожди, Сергей. Так я и говорю, забрать деньги может хэш семь, которая на бирже? Нет. А ты ему не отдаешь разрешение на это. У него разрешение, когда ты открываешь разрешение, ты выставляешь галочкой. Почитай, пожалуйста. Оно есть. Перебью. Не то, что перебью, чтобы ты время, а это. Вчера короткое полторы минуты по АПИ ключам ты делал. Я Левтини выслал. Ну, вот, смотрите. Немножко за АПИ я скажу. Чтобы понимать, что такое АПИ. Вот простой пример. Вот у вас Алертина смарт-часы, да, Apple. И вот у вас, к примеру, мобильник Apple. Вот как передается информация на ваши часы по АПИ? Ну, простой пример. То есть, что такое АПИ? Это вот у вас, к примеру, есть дом. И у вас садовник работает. Вы не даете ключи от дома. Дома у вас все. Но вы даете ему ключи от гаража. Ключи от ворот, чтобы он мог зайти и работать. Но от дома вы не отдаете. Вот что такое АПИ. Это доступ без передачи ваших персональных данных. То есть, бот имеет право только покупать криптовалюту и продавать криптовалюту. Логично. Кто-то может сказать. Вот, допустим, сейчас цена 70 тысяч. А я закупил, он мне закупил крипту. Цена полетела на 50. И мне бот распродал по 50. То есть, закрыл сделку в минус. Может быть такое? Может. Но в этом случае, это значит взлом в хэш-7. Что мы делаем в этом случае? Мы заходим на биржу. И по 50 тысяч выкупаем свой биток обратно. Потеряв при этом 1-2% на комиссионах. Поняли, да? Нет. Еще раз объясняю. Вы купили, вот у вас бот закупил по 70, по 60, купил биток. 1 биткоин по 70 тысяч купил вам. Цена полетела, у вас больше денег нет, вы не доливались. У вас 1 биткоин, 1 позиция, 70 тысяч. Цена упала на 50. Бот взял вам и продал биток по 50. То есть, у вас было 70 тысяч, вы купили биткоин. А теперь у вас 50 тысяч USDT на 20 тысяч ниже. Правильно? Что вы делаете? Вы просто тут же на рынке обратно выкупаете свой биткоин. Но вы уже выкупаете не 1 биткоин, а 0.999. Ну, там, понимаете, да? То есть, вы выкупаете биткоин свой не за 50 тысяч, а за 51 тысячу. Ну, тысяча комиссий. Ну, понимаете? А где 50 тысяч? Когда ваш биткоин, который вы купили по 70, продается по цене ниже, у вас появляется на балансе 50 тысяч долларов. Вы понимаете, что хэш-7 ломанули. Притом, хэш-7 имеет очень сильную защиту. Я даже скину вам бэкграунд, чтобы вы посчитали. Вы просто свое же количество биткоина, за вычетом комиссии 1-2, ну, выкупите этот свой биткоин по 55 и будете сами ждать, пока цена не поднимется на 71, чтобы продать. То есть, у вас деньги не могут ни увезти, ни перевезти, ни вывезти. На это нет разрешения. Есть разрешение купить, продать. А вот уже алгоритм купить дешевле. Да, здесь получается только риск, если твой аккаунт взломают и деньги уведут. То есть, ну, это уже... А для этого устанавливается двухфакторка, смс-оповещение, фейс-айди, тач-айди, то есть палец, лицо, белый список. Вы же устанавливаете, вот мне говорят, почему? Зачем вообще этот белый список придумали? На бинансе можно вообще поставить, белого списка не нужно. Я говорю, нужно. Представьте простой пример. У вас, вы торгуете биткоин-эфир, ломанули, к примеру, хэш-7, да? И вам на все ваши USDT закупили пепе. Если биткоин и эфир ходят плюс-минус 1%, знаете, да? То вам не страшно. А если вам на все деньги закупят пепе, и вы такие через час или через день опомнились, а цена по пепе упала на 40%, она может в жизни за год не подняться никогда. Поэтому в байт-листе вы выставляете те монеты, с которыми вы работаете. Выставляете биткоин, эфир, BNB. И вдруг хэш-7 ломанули, и всем захотели закупить какой-нибудь говно-токен. Ну, простой пример. Я выпустил токен, который не стоит ничего. Ну, то есть я выпустил монету. Цена ее 1 доллар. Выпустил миллион монет. Ломаю хэш-7, и всем пользователям закупать хочу свой токен. А ему такие, опа, фигушку видел? Работаю с битком, эфиром BNB. Твой токен никто не купит. Вот что такое вайт-лист. Нужная штука. Да. То есть то, что вы дали разрешение, то и будет торговать бот. Любую другую монету, которую вы поставите, она не будет работать, потому что она сразу выйдет. Такой монеты нет в вайт-листе. А если даже... Ну, почему я против отключения вайт-листа? Говорю, ребята, даже если мы допускаем разные риски, мы должны к этому быть готовы. И даже если процент минимальный, но все же взломов, будет хэш-7. Во-первых, что делается в этом случае? У Макса уже есть автоматический триггер. У него там 7 или 8 степеней защиты. На четвертом срабатывают вырубания API-ключей. То есть если у них идет проникновение в базу данных, ну, то есть несоответствие параметров кэширования того, что происходит, у них на четвертом этапе просто отключаются все эти аккаунты. Простой пример, как это все видно, когда вы видели, может, технические работы. Все говорят, а почему, когда технические работы, бот не торгует? А потому что, когда идет обновление, есть программухи, ну, я, наверное, так скажу образно, есть предпродакшн, есть продакшн. Сначала все обновления выливаются на предпродакшн. Это дополнительный сервер. Ну, в банковской системе это работает немножко по-другому. Вот у меня друг работает в ЭТБ-банке. У них есть отделение, допустим, в Красноярске. Оно работает, оно работает по принципу трассы. То есть 6 машин двигаются одновременно, 6 серверов работают одновременно. Если идет взлом краснодарского офиса, это просто обрубается, и сразу весь трапик на параллельную дорожку. То есть одновременно работают 5-6 серверов. Вы делаете транзакцию в банке, эта транзакция записывается на 6 серверов. Они одновременно работают. Только эти недоступны, а с этим в Краснодарске работают. Только обрубилось, все, техническая поломка, сразу весь трафик перенаправляется на второй, этот чинят, а эти машины дальше едут. Если это поломают, снова трафик. И эта починка занимает 5-6 минут. Весь нюанс в том, что у них работает команда, 7 или 8 человек. У каждого зарплата от 5 до 11 тысяч долларов. Весь прикол в том, что им на 40 серверов, на 40 отделений дают простое 9 часов в год. 9 часов. Они должны за 5 минут перенаправить трафик, там дальше чините, что хотите делайте. Но, если больше 9 часов, 40 отделений, у них сразу зарплата с 11 тысяч падает до полторы. Это у них по договору так. Вот то же самое и в H7. У них работает, есть предпродакшн, есть продакшн. Они выливают сначала на сервер, который недоступен всем, обкатывают автотестами, все. Потом отключают все API-ключи, заливают обновление и потом снова подключают. Поэтому в момент, когда их захотят ломануть в момент обновления либо что-то, почему обновление? Это когда вы берете файлы и добавляете уже в работающий продукт. Ну, дополнительно, как там в папку заливаете, как на сетевой диск. И чтобы в этот момент, когда они заливают, не произошло там сбоя, потому что, ну, вклиниться можно, да, они вырубают все API-ключи. Вот и все. И потом только врубают. Почему бот не торгует в период тех обновлений? Ну, это так, айтишные мелочи. Ну да, мелочи, но приятно знать. Ну, то есть, да, как бы это нужно понимать, ну, в формате, как это должно, ну, происходить. Потому что тоже вот мы с Максимом часто вот и так общаемся напрямую, да, и он мне вот рассказывал, как там многие из-за API-шки, из-за все, как из-за вот этого обновления по разгрузке. Простой пример. Они используют приватные API-шки. За это отвечает компания. В один прекрасный момент мы все сидим, сделки происходят, и просто вечером отваливаются шесть API-шек из, там, сорока или пятидесяти, ну, вот которые вот там от биржи вот это вот мы берем, да, там, сколько их? Шесть отваливаются. Это где-то на одной API-шке сидит, допустим, там, пять, шесть, восемь человек, ну, к примеру. За это отвечает провайдер. А провайдер говорит, сейчас десять вечера, мы уже спать идем, давайте завтра. Макс говорит, в смысле завтра? Нам нужно разгрузить, ребят, ну, сейчас, а рынок как раз полетел вверх. Говорит, в смысле завтра? Они всю команду оставляют на ночь, поднимают быстро параллельные API-шки, всем говорят, переведите, все, ну, был такой случай, Игорь знает об этом. Все перешли, API-шки быстро поменяли, и они тем сказали, все, мы с вами отказываемся работать. Если вы, понимая, что у нас семь-восемь тысяч пользователей, и вы нас оставляете недурительным головы, завтра утром будем разбираться, ну, и все. Ну, то есть, очень жестко и правильно они делают, то есть, это, а теперь они сделали параллельные, то есть, если что-то будет не так, ну, то есть, любой сбой, любая какая-то проблема, ее исправляют один раз, и она больше не возникает. Всегда будут сложности, будут зависания, будут неправильные ответы от биржи, 500 ошибка, еще что-то. И каждая тех работа, я всегда говорю, наконец-то. Потому что это делает продукт лучше. Ни один продукт не выходил по принципу, там, сегодня вышел, и все замечательно. Как-то так. Убежали. Убежали. Сейчас она придет, кому-то дверь откроет. Это для обывателей и для Левтина. Коротко, подведем для Зиме такой блиц, вопрос-ответ. Можно я еще, Игорь, можно я еще по ходу спрошу? Я просто убежала, мне позвонили. Можно ли, например, вот это приложение открывать сразу на двух биржах? Или мне нужно новое приложение на Bybit ставить? Заходите в биржу, подключите новые API-ключи и сверху подключаете вторую биржу. Единственное, что 8 стратегий сейчас, они будут работать на 2 биржи. То есть, если вы биткоин-эфир открыли на одной, на Bybit, и биткоин-эфир на Binance, это уже 4 стратегии. То есть, вы просто заходите в биржу, подключаете новые ключи, и сверху у вас такой ползуночек будет, и там написано, допустим, Bybit. Вы нажимаете и выбираете Binance, и сразу показываются те монеты, которые у вас на Binance. Все понятно, да. Теперь Игорь, ты. Блиц-опрос. Подведем итог. Я буду задавать вопросы от простого обывателя. Такой блиц. Да, нет, нет, да. В общем, так, значит, это приложение, мне больше подходит приложение, чем робот, H7 для инвестиций. Я инвестор. Она мне подходит? Оно мне? Я скажу и для инвестора, и для трейдера, то есть без разницы. Для трейдера это технические вопросы, кто хочет покопаться поглубже, что мы разбирали и так далее. Трейдер – это активно. Это в процессе. А я простой обыватель. Первый вопрос. Какая сумма я хочу стартануть? Хотя бы. Можно сразу мы учитываем лицензию. Лицензия сейчас стоит 100, а так вообще без скидки, когда выйдет биржа BingWix, будет 140. Стартовать можно с любой суммы, смотря какую вы перед собой ставите задачу. Если как инвестор, то я все же говорю, что можно стартовать и с 50 и со 100 долларов. Но если вы будете стартовать со 100 баксов, то за год вы только окупите лицензию. В лучшем случае. Потому что лицензия стоит 140, даже если брать максимально 10%. С другой стороны, 10% сетку забьет, у вас депозита не будет. То есть тут нужно, если относиться как инвестор, то можно хоть с 50 долларов начинать. Но понимая, что через неделю у меня плюс 50 будет, плюс 50. То есть я иду по принципу накопления. Если же относиться к этому инструменту как не только со стороны инвестора, но и как со стороны, вот как я работаю и продвижения, то можно начинать и только с покупки лицензии. Покупаете, рассказываете, получаете комиссионные, закидываете себе и начинаете уже развиваться. И как трейдер-инвестор, и как человек, который продвигает продукцию. Просто так. Смотри, какая цель. Мемы, коины и так далее, и так далее. Можно так? Конечно. Только я, наверное, добавлю здесь. Единственное, когда вы докидываете депозит, увеличиваете стоимость позиции. Потому что если вы начинаете со 100 долларов и 10 позиций у вас, допустим, по битку, и вы в течение года докидывали, докидывали, докидывали деньги, и у вас уже депозит 1000 был, то если вы не измените стоимость позиции, он будет всегда торговать вам 100 долларов. Ну, это я не знаю, не разбирался, я же обыватель. В этом поможет мой пригласитель. Правильно? Это не долго делать. Да, конечно, конечно. Не трудно. Не трудно. В реальном времени нажали 4 кнопки. Нажали на стратегию, нажали на стройки, третье – выставили сумму и нажали кнопочку «Сохранить». Все. 4 кнопки. Я новичок. Я сегодня готов оплатить лицензию. Сколько надо денег? 115 вроде я слышал. И что надо сделать, чтобы у меня заработал этот инструмент? Первое, что я сразу бы начинал не с того, что у человека есть деньги, а с того, что у человека есть паспорт и где он находится. Потому что если у него даже есть деньги, но вот у меня есть человек, которому 16 лет, то он не может пройти верификацию на бирже. Это раз. То есть у человека должны быть деньги и у него должен быть паспорт, который он может пройти верификацию на бирже. Потому что деньги должны быть на аккаунте биржи, не в хвосте. Итак, у него есть биржи. Биржи какие? Биржи Bybit, HTX, бывшая Фуоби и Binance. Я вообще советую как? Binance, она очень негативно относится к россиянам. Вы знаете, санкции и все дела. Поэтому, если вы россиянин, то лучше, конечно, использовать биржу либо Bybit, либо Фуоби. Текущая уже HTX называется. В дальнейшем будет BingX, но когда будет, тогда будет. Второй момент. У нас есть аккаунт на бирже. У нас есть на бирже деньги, к примеру, там 50-100 долларов. И у нас есть инструмент хэштейн, где мы зарегистрировались. Сколько нужно на лицензию? Все зависит от вашего депозита на бирже. Рассчитывать достаточно просто. Я беру среднюю доходность 10%. Если у вас на бирже будет работать 1000 долларов, доход 100 долларов, 20% с вас заберет хэштейн. То есть, вам нужно закидывать плюс лицензия, плюс 20 долларов. Если у вас депозит на бирже 100 долларов, логично, в месяц приблизительно 10 долларов дохода, 2 доллара комиссия. Все просто. Поэтому я всегда говорю человеку, сколько у тебя депозит? До 1000 или больше 1000? Он говорит, до 1000. Я говорю, закидываешь на биржу, ой, закидываешь на хэштейн в текущем формате 110 долларов. 10 на комиссию, 100 на оплату лицензии. Вот и все. А кто помог запустить робота, чтобы он, я в этом деле, новичок полный? Если, ну, я вообще считаю так. Любой человек где-то узнает информацию. Где-то из телека, где-то из интернета. Если вы узнали у этого же человека, вы всегда можете обратиться и сказать, здравствуй там, Никита, Андрей, Кирилл, Игорь, там, неважно, да. Скажи мне, пожалуйста, я хочу себе установить данный инструмент. Где мне взять информацию? Если он вам не даст информацию, ну, то есть, да, открыт интернет, в любом случае есть очень множество людей, ну, как бы, которые уже занимаются, ну, вот как я, допустим, рассказывают об этом инструменте. Всегда можно найти человека, который вам поможет. И в первую очередь, я вам всегда говорю, вам нужно не просто найти человека, который... На тебе ссылку и где регайся. Хотя бы просто скажите, а где взять инструкции? Если человек вам не даст инструкции, лучше бы вы с этим человеком не связывались. По одной простой причине. Потому что если он вначале вам не может дать эту, даже статковую информацию, то в дальнейшем какие-то вопросы, связанные с работой бота, либо что-то, подскажи, давай поможем, разработай мне стратегию. То есть, есть такие нюансы, которые даже... Вот у меня стратегия, по 100 долларов буду, ну, инвестировать каждый месяц. Насколько мне увеличивать позицию? Допустим, у вас стоит биткоин-эфир. Нормальный, адекватный партнер вышестоящий всегда вам скажет, что если у вас депозит будет свыше 500-600 долларов, добавить либо какой-нибудь альткоин типа Тона, либо увеличить количество монет, добавив BNB. Если у вас там депозит 30-50 тысяч, он скажет, что не держи на одной бирже деньги, а возьми лучше на Bybit 25 тысяч и на Binance 25 тысяч, чтобы диверсифицировать. Потому что есть нюансы определенные, связанные с чем на одной бирже держать деньги, ну, большого объема. Вдруг завтра вам просто черная крипта придет. Ну, есть такое, кстати. Заметочка. Если никому не давайте свой кошелек пополнения от биржи. Объясню почему. Есть в Москве такая хорошая биржа, как Garantos. Она во всех санкционных списках всех бирж. Потому что вы можете купить на 1000 долларов 2000 USDT. Потому что там черная крипта, потому что и наркотики, и марихуаны, все что угодно распространяют. Так вот, если вам на аккаунт, ну, кто-то знает ваш кошелек, ну, пополнение биржи, он всегда статически, закинут хотя бы 10 долларов черной крипты, вам заморозят аккаунт до выяснения разбирательств вплоть до 60 дней. Что это значит? А это значит, что если, ну, то есть деньги не заберут, деньги у вас, все. Всегда на биржах есть внутренние переводы по e-mail, есть P2P, есть там по UID, ну, неважно, по номеру телефона, если вам заморозят, представьте, что у вас 50 тысяч долларов заморозили на 2 месяца. Они не работают. Лучше же, чтобы по 25 тысяч на бинансе или на байбите было. Даже если что-то произойдет с одной биржей, это не заберут ваши деньги. Но заморозят, и выяснение обстоятельств будет. Потом могут вам сказать, друг любезный, предоставь кошелек, выведи свою криптовалюту. Это могут сделать, и так сделают. Но зачем замораживать 2 месяца и оставаться без дохода? Поняли, о чем я? Ну, то есть, поэтому, Игорь, я, наверное, скажу, что ищите человека, грамотного, хотя бы просто 5-10 минут с ним пообщайте, чтобы он мог давать такие советы. Ну, то есть, и все будет норм. Нет, ну, это немножко уже пошло в глубину. Кто дал, мы в свою команду. Кто дал, значит, пригласите тебе. Да, 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 конечно. Ну, в любом случае, всегда можно обратиться выше. Немножко-немножко вот этот момент интересен. Значит, никому не надо давать для пополнения средству адрес с биржей. Не знакомому. Не знакомому человеку. Желательно не давать. Потому что, если вам придет транзакция на 10 долларов, вам заблокируют весь торговый счет. То есть, у вас не будет возможности выводить все. Вы заходите в аккаунт, общаетесь с техподдержкой. Но выводы, переводы, торговля из-за одной транзакции. Они замораживают не транзакцию, не 10 долларов. Они замораживают 20-25 тысяч, 10 долларов. Не давайте никому. А если кто-то вас спросит, слушай, дай мне, пожалуйста, кошелек, ну, там, набайбиться ты. Ой, да, переведи деньги. Всегда говорите, дайте мне, пожалуйста, либо e-mail. Я всегда спрашиваю, либо e-mail, либо UIT, либо номер телефона. Не даю кошелек. И все в интернете нигде. А что тебе дают? Адрес кошелька USDT-RT20. Да, по номеру телефона или UIT, ID, да? Да, либо e-mail, либо UIT, либо номер телефона, да. Привязаны к биржи, внутренним переводом по номеру телефона. Да, да. Алифтина, ауливаешь? Ну, это в дальнейшем, Алифтина. Вы к этому придете. В первом таком, что я стараюсь об этих не говорить, потому что у человека нету там 20-30 тысяч. Ну, там, от 10 тысяч уже можно в это более-менее вводить. Ну, просто это, ну, как бы, если некоторые там берут и свой кошелек от биржи выставляют где-то, ну, там, на своем, там, принимают донаты или помогите мне за то, что я делаю. Мой кошелек от биржи выставляют этот кошелек. И все, и туда просто я беру и с гарантокса 5 долларов отправляю вам и вам блокируют аккаунт. Добро сделал вам донатом. Хороший момент, спасибо. А когда обновление такое техническое, пускай, чтобы людей не пугало, когда выходит обновление, выходит оповещение, не надо ничего трогать, робот сам включится и выключится, правильно? Да, я скажу, наверное, больше. Это робот спотовый. Это не фьючерсы и не деривативы. Если вы стоите в позиции на фьючах либо что-то, падение рынка, у вас просто депозит тает, и вас ликвидируют с рынка, и полностью вы сливаете все деньги. В спотовом роботе хорошо, полетело вверхно или внизно, ваше количество крипты, оно всегда на вашем аккаунте биржи, и с ним ничего не случается. И если происходит техническая работа, просто зайдите через 5 минут позже. И при этом единственное, что я прошу обязательно всех, ну, сейчас уже такого нет, но раньше в первый момент обновление было, зайдите, может быть выключена стратегия. То есть вы заходите, а там есть кнопочка продолжить. Ее нужно просто нажать. То есть просто на паузе будет стоять ваша стратегия. Вот и все. Ну, то есть после обновления зайдите, смотрите. Всегда смотрите активно, активно, активно. Потому что есть люди, которые... Мне вот через неделю написал человек, слушай, запустил робот и что-то не торгует. Я говорю, а скин, скриншот? Он скидает, а у него там ожидание запуска. Ну, под монеты. То есть он стратегию создал, надо было зайти в нее и нажать кнопочку запустить. И неделю сидит, говорит, что-то он не торгует у меня. Ну, такие вещи есть. Так же, ну... Ну, информации для меня много. Фьючерсы, смучерсы, всякие все это... Извините, матерсовые слова. Хорошо, если в простом понимании, что такое фьючерсы. Есть пиатные деньги, это доллар, евро, рубли, правильно? А есть акции, облигации, индексы, сырье. Есть же такое, правда? Облигация. Ну, то же самое акции, это в простонародье. А у нас это называется фьючерсы, деривативы. Это то, что нельзя подругать. Да, 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 да. То, что типа оценивается. Нельзя подругать. Криптовалюта тоже вот чем... Всегда делайте сравнение на реальной жизни. Вот я сразу говорю, мне говорят, что такое криптовалюта? Ну, это же цифровые деньги. Я говорю, давай простой пример. Я говорю, вот у тебя ты прилаживаешь телефон в каждом магазине и карточку. Ты наличкой платишь? Нет. Я говорю, то же самое. Криптовалюта аналогична, это цифровые деньги. Карточка – это цифровые деньги. Просто криптовалюты нету фиатной. Ну, потому что смысла ее нету, потому что ее можно подделывать. Любое то, что мы можем потрогать, мы можем подделать. Ну, то есть это для нас не новость. Следовательно, все, что вы рассчитываете с магазина, то есть часто вы будете слышать, что такое фиатные деньги. Фиатные деньги – это все, что напечатано. Абсолютно все, любая бумажка – это фиат. Дальше идут цифровые деньги. Цифровые деньги – это банковские переводы, платежные системы, Яндекс.Деньги, Вебмани. Это все платежные системы. И есть цифровые деньги. И есть криптовалюта. Все, больше других денег нет. Как-то так. Ну, если мы говорим про деньги. Можем деньгами и нефть назвать, и сырье, и золото, и недвижимость – это тоже деньги. Да, это самое. Я сегодня в роли обывателя. Смотри. Понадобились деньги. Понадобились деньги с единого торгового счета. Пускай вас не пугает новичков через неделю, через две в эту тему потихоньку выезжать. И будет все понятно. Деньги находятся на едином торговом счете. Чтобы это, как говорится, перевалочная база – это финансирование счета. Отправляем деньги туда, на бирже. Я их снял для своих нужд. Но сегодня и вчера снял. Робот остановился. Правильно? Денег-то нету. Немножко не так. Сразу корректирую. На любой бирже есть два типа счетов. Один счет для торговли. Второй счет для переводов и прочих дел. Выводов, переводов и прочих дел. Если это биржа Bybit, то торговый называется либо спотовый, либо единый торговый. А для выводов – это финансирование. Если это биржа Binance, там тоже есть торговый счет и есть счет для выводов. Я не помню, как называется. Может тоже финансирование. То есть всегда на любой бирже есть два вида счетов. Если у вас деньги не лежат на торговом счете, на любой из бирж, бот не сможет с ними работать. Если у вас деньги лежат на финансировании, к примеру, бот не работает. Теперь понадобились деньги. Что мы делаем? Мы с единого торгового счета забираем нужную нам сумму в USDT на финансирование. И дальше куда хотим, туда и отправляем. Но что тогда происходит с ботом? Если бот может остановиться только в том случае, если цена упадет, а ему не хватит денег закупаться. Ну, понимаете. А если цена, допустим, не падает, а наоборот растет и закрывает позицию, то у вас наоборот USDT появляется больше и больше. То есть вы можете в любой момент забрать свои и USDT, желательно не забирать биткоин и любую другую монету только по одной простой причине. Потому что, как называется, нужно боту продавать крипту, а вы ее забрали. И он такой, чувак, а где моя крипта? Я же купил биткоин по 70, сейчас хочу по 71 продать. А вы такие, а я уже Олегу отдал крипту. То есть желательно криптовалюту не трогать с торгового счета. USDT, пожалуйста, забирайте, выводите. Вот с этого момента. А я тронул криптовалюту и что находилось, я почему этот момент разбираю, которые находились на торговом счете, которым торговал бот. Прошли сутки, двое, трое, какая разница. Я хочу опять закинуть с финансового счета на тот счет единоторговый, чтобы люди понимали, чтобы бот продолжал работу. Я должен закинуть туда деньги в USDT и все, ничего не делать. Правильно? Если ты забрал в USDT и обратно закинул в USDT, проблем нет. То есть ты забрал в USDT и потом закинул, и дальше бот работает. Ну, то есть тут вопросов нет. Но если ты забрал биткоин, а обратно закинул в USDT, тебе бот логично скажет. Слушай, друг, я купил по 70 тысяч биткоин, хочу его продать по 71 тысячи, а биткоина-то нету. То есть какую валюту ты забрал, и если она торговалась, такую валюту ты должен и вернуть. То есть забрал биткоин. Мы же вроде на единоторговые закидывали USDT, нет? Смотри, простой пример. У меня аккаунт 1000 долларов. На нем закуплено уже ботом эфира на 500 долларов, биткоина на 400 долларов и 100 долларов в USDT. Ну, к примеру, может быть такая ситуация? Конечно. 500 эфира, 400 биткоина и 100 USDT. Что я делаю? Мне звонит человек, который говорит, слушай, долгами вообще, вот под зарез нужно 500 баксов. Я что делаю? Я 100 USDT и весь свой биткоин забираю. То есть я беру, сам руками продаю биткоин и вывожу 500 USDT. При этом в боте он знает, что у него биткоина на 400 долларов, эфира на 500 и USDT на сотку. Я взял эти 500 долларов, отдал Олегу, Олег счастливый, все. И потом он обратно мне кидает 500 долларов. Я закидываю их в бота. Бот останавливается по биткоину. Объясню почему. Потому что он говорит, друг, цена пошла вверх, я тут хочу биткоин продать, а у меня биткоина нету, USDT у меня на месте. А биткоин где вам нужно за USDT купить то количество, которое вам показывают в боте, и потом тогда бот начнет работать. Так он выбьет вам в ошибку. Поняли, Алифтина? Сразу не уедешь. Ну, то есть, бот купил вам биткоин. Он знает, что у меня куплен биткоин. Я все поняла, да. А вы взяли, забрали и то, и то. Ну, он такой говорит, слушай. А вы забрали, своему Олегу отдали, например, по 70, а когда он вам отдал обратно, он уже стал 80. И ты, короче, вроде нефляд, Олег счастливый, а ты в одном месте сидишь. Правильно. Вот Алифтина соображает. Поэтому, если вы забираете, забирайте ее из USDT. Объясню почему. Потому что, забрав USDT, бот просто остановит покупки, он дальше низ не будет. Ну, понимаете, да, работать. Вы добросили, включили продолжить, и он опять начал работать. Ну, понимаете, если цена полетела вниз. Если же вы забрали USDT, и у вас улетел, как сказать, ох, там ты что-то там натворил. Так я вот и говорю, смотри, а Алифтина сделала, что может экран транслировать. Вообще класс. Так, ну, опустись ниже. Смотри, видишь, я вчера все забрал. Да. И биткоин, и пять копеек осталось. Да. А теперь открой H7. А, ты не откроешь. Да, не открою. Единый торговый счет у Алифтины Binance. А деньги находятся на аккаунде финансированиях. Бот не увидит их. Бот не увидит. Он скажет, денег нет. Или мне вопрос на будущее. Я же дилетант сегодня. Или мне ждать, пока биткоин подрастет. Сегодня он, чтобы вкладка пока 67, да? Или же отдать боту. Вот такая дилемма стоит. Еще раз. Или ждать, он это самое, пока вырастет. А у меня его 0,004, да? Видно хорошо вам? Да, да, да. Или же подкормить бота на едином торговом, который он торгует. Единый торговый. Если, смотри, ты забрал биткоин, а у тебя в приложении биткоин-то закуплен, ну, показывает в H7, что у тебя биток там был, правда? Да. Если цена сейчас полетит вверх, он захочет продать твой биткоин, а его на едином торговом нету. И он тебе скажет, друг, послушай меня, ты биткоин забрал? Забрал. Тебе что нужно? Тебе нужно в приложении H7 нажать кнопочку сбросить стратегию, чтобы оно, ну, как бы количество, которое он закупил, то есть он типа с нуля нету его. Понял, да? И тогда, когда ты запускаешь, он начнет работать заново. Но в текущем формате, если цена полетит вверх, у тебя бот скажет, я купил по цене, допустим, там, ну, возьмем 66, а сейчас стало 67. Где мой биткоин? Ты же его забрал? То есть бот ничего не может заблокировать. Заблокировать никто не боится. В общем, это технические моменты, которые сейчас сразу не уловишь. В текущем вопросе у тебя выбьет ошибку по биткоину в приложении. Потому что ты биток забрал, а бот думает, что он на месте. Ну да, ну да. Ну тут вроде все нормально. Активно, активно пишет. Биткоин активно. Покупка остановит. А ты возьми, сделай скриншот и скринь себе в избранное и открой. Да, да я хочу делать скриншот, где его взять, скриншот, где он... Пальцем включения экрана и кнопочку вверх громкость. Это я включил, а где его забрать, фотографию где забрать. А ты зайди в телеграм, в избранное, добавить файл и прикрепи. А где его забрать этот файл? Фотографии. Зайди. Я же... В галереи нету. И в телеграм, в избранное. В телеграм, в избранное зайди. Я не знаю, в галереи нету. Тебе галерея не нужна. Игорь, зайди просто в чат с кем-нибудь, нажми прикрепить файл и тебе откроется галерея. Этот файл надо забрать где-то, Сергей, говорю. Это уже ладно, технические моменты тебе. Ладно, это потом. Ладно, потом, пускай. Спасибо за информацию. У меня Лена побежала. Спасибо за информацию. Очень интересно. Хорошо, Елена. Все это да. Хорошо. До свидания. Всего хорошего. Ну да, много технических моментов. Это все потом уже в процессе. Я обязательно, ну, как бы еще мы... Я вообще считаю так. Любую информацию нужно давать дозированно. Включи на весь экран. Да, да, да. Отруби камеру. Камеру отключи, да. Да, 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 да. Я вообще считаю, что любую информацию нужно давать дозированно. Для начала человек должен понять, как работает инструмент. То есть он заводит деньги, он запускает робота, он начинает ему приносить, он введет первую прибыль. Он такой, а где мне показывается это? Он заходит на биржу, смотрит, как совершаются сделки, понимает это. В дальнейшем проходит время, он такой, слушай, Сергей там или Игорь, мне нужно срочно вывести 70 долларов, а у меня USDT свободных 30 и биткоин. Мы ему говорим, если ты биткоин сейчас заберешь, то надо сбросить стратегию в хэш 7, потому что не сбросишь, цена полетит вверх, бот будет просить. Ну, то есть такого формата. И такие вещи, они уже индивидуально там, ну, буквально один раз наступить на грабли, потом понимаешь, что больно. Так что все начинается с самого простого. Да, да, да. Окей, тогда давайте сегодня завершать, я отключаю запись. Хорошо, Алевтина, только потом скиньте мне тоже запись, я скину свой чат для ребят. Хорошо.